Во имя Царя Сына и Светлого Духа, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, всем вас поздравляю с Родительской Субботы, с Радоницей. Радоница отличается от прочих Родительских Суббот тем, что мы в этот день приветствуем усопших наших близких, усопших сводников, и сорадуемся вместе с ними, Светлому Христову Воскресею. И мы возвещаем им эту радость и радуемся вместе с ними. Как мы знаем, что молитва о усопших основывается на глубокую веру, на крупную жизнь, и на единство Церкви Земной и Церкви Небесной. И как сказал сам Господь, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Самая большая трагедия является даже не смерть человека, потому что смерть – это переход в вечную жизнь и соединением с Христом. А самой большой проблемой и самой большой трагедией является грех, который разъединяет человека и Бога. И каждый из нас знает, что мы пристанем пред Господом на страшном суде. И обычно этот страшный суд рисуется в нашем воображении, в сознании, исходя из образов, собственно говоря, и Священного Писания, и, собственно, и иконописных образов. Как достаточно страшное такое явление, когда судья будет сидеть Господь на престоле, будет ангел востребят, и, в общем-то, будет такое серьезное испытание человеческой жизни. Но вместе с тем мы задаемся вопросом, а как же Божий милосердие, то есть где вот, собственно говоря, это грань Божьего суда и милосердие. И сегодня в Священном Писании тоже, в общем-то, говорится о суде. Священное Писание – это вот Евангелие, которое читалось сегодня на послужении. В Священном Писании, Господь, когда говорил с Никодилом, Он несколько сказал и о суде. И вот Он, в частности, сказал, что так возлюбил Бог мир, что послал Сына Единородного, дабы каждый верующий в Него в мил жизнь вечную. То есть тут вроде бы как бы о суде, ничего такого, в общем-то, страшного, по крайней мере, мы в этих словах не находим. Дальше Господь говорит еще больше, Он говорит, что Господь, Он пришел на землю не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы спасти его. Дальше тоже говорится в следующей строчке, что для верующего человека верующий человек не будет осужден. Потом говорится, что суд для человека судом является то, что Свет пришел в мир. И вот, одним словом, если человек тянется к Богу, если он старается исполнять его волю Божию, если он старается жить по заповедям Божьим, если он тянется к этому Божественному Свету, то так или иначе он на судящего Бога, он увидит Божественную Любовь и вот эту вот жертвенную Любовь к людям. Но если человек, его взоры обращены не к Богу, а обращены на себя так, что, как мы говорим, что человек думает, или так живет, что вокруг него вертится все, и земля, и истории, люди, события, и он является центром. И, соответственно, так ведет себя с ближними, то тогда он погружается во мрак. И в Священном Писании сегодня говорится как раз о том, что Свет пришел в мир, то есть, что Господь Иисус Христос уплотился, сам Бог уплотился для спасения для человеческого рода. Но люди возлюбили тьму больше, чем свет. То есть, если человек не живет по своим законам, и он отвергает закон Божий, он погружается в эту во тьму, и тогда для него любящий Бог, он, собственно говоря, происходит вот такая интересная, интересный такой момент, для него любящий Бог, который с любовью на него смотрит, он превращается в неумоливанного судью. А Свет, его божественная жизнь, его воскресение превращается в огненный пламя. И, соответственно, наоборот, если человек в своей жизни сделал какое-то доброе дело, или он, так сказать, не подался той или иной страсти, то он чувствует в своем сердце, в своей душе движение к Свету. Смерть, она как бы отделяет душу и тело, и душа, она остается так, как она есть. Вот, если она, если человек жил страстной жизнью, и его душа исполнена страстей, исполнена грехов, то здесь он уже никуда убежать не может. Он не может ни включить телевизор, ни как по-другому себя развлечь, не выпить, ничего. Он уже не может от этого голоса совести убежать. А этот голос звучит так сильно, что, собственно говоря, вот это вот состояние, некоторые из всех отцов называются как раз состоянием ада. Именно голос собственной человеческой совести. Именно голос совести человека, который неправильно жил в своем жизни. И очень важная молитва за усопших. И когда мы молимся, например, сподаем милостыню за Него в храм и людям, дедам, то тогда мы как бы делаем доброе дело за место Него. И вот милостыня, как говорится, для Ангела Тауст, за усопшую, она проходит в небеса, и она сразу пристает пред престолом Божиим. То есть настолько она, по своей силе, она вот настолько велика, несмотря что, казалось бы, ну что такое, прошел, там милостыню дал, пошел дальше вроде бы, но ничего такого не сделал. На самом деле это, конечно, очень важно. Очень важна молитва за усопших. Очень важно, когда вынимают частицы на Божественной Литургии. Как говорится, святые отцы, так же, что когда вынимаются частицы, до душа усопшего человека, соединяйтесь с Богом.